Матвей, 6 глава, 24 стих, где написано, что не можете служить двум богов. Там написано, я уже своими словами говорю, что либо одного будете любить, и другого ненавидеть. Вот, сейчас откроем, но не можно, невозможно служить бога и мамона. Нам кажется, что возможно, а бог, премудрый бог говорит, что невозможно. И умный, и мудрый человек уже экспериментировать не будет, и он просто примет это слово. Матвей, 6 глава, 24 стих, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить, не можете служить богу и мамоне. Не можете, не можете, не можете служить богу и мамону. Знаете, иногда мы стараемся одну ногу туда, одну ногу туда. Бог это считается как служение мамону. Бог, знаете, по-моему, это как, это лебеди, да, лебеди говорят, что они только, ну, оплодотворяют только с одним, да, птицей. Какая птица живет только с одним мужем, да, да. Знаете, собака, допустим, ему все равно, вот, кто нашел на улице, с кем и переспал, вот. А лебедь, это как символ чистоты, это как символ бога, вот, бог чистота, вот. То есть, я говорила в прошлый раз, что дьявол не против, абсолютно, дьявол не против, чтобы вы грешили и ходили в церковь. Дьявол не против, чтобы вы делали какие-то греховные дела и ставили свечки в церковь. Ну, абсолютно не против. То есть, временами дьявол не против пускать вас в церковь. Самое главное, что вы находите время для него. То есть, дьявол не против делиться с Богом. Дьявол не против делить вас с Богом. Понимаете, это как мужчина с двумя, ну, женами. Вот, и договариваются, с кем он спит сегодня и с кем он спит завтра. И живут счастливо, и живут мирно. Он с тобой сегодня и со мной завтра. Ну, договорились, все счастливы. Но Богу такого не примет. Бог терпеть такого не может. Дьявол терпеть может, хочет, ему даже интересно. А Богу нет. Вот почему иногда люди нас не понимают, что тут такого. Вот почему иногда непосвященные люди нам говорят, я тоже хожу в церковь. Вот почему мы не можем судить людей, потому ходят они в церковь или нет. Конечно, есть большой потенциал. Есть большая вероятность, что когда человек ходит в церковь, когда человек пребывает в этом присутствии, что его жизнь меняется, если он будет искренне поступать с Богом. Но дело в том, что можно быть в церковь и поступать с Богом неискренно. И это называется служить двум богам, которые, в конце концов, равно служить дьяволу, которые, в конце концов, равно служить мамону. Не можете, не могу, и вы не можете служить двум богам. Так Библия говорит. В прошлый раз мы увидели, Бог говорит, что я ревнительный Бог. Я вот эту кашу не приму, вот эту ерунду, вот эту грязь. Я не грязный Бог. Я чистый Бог. Я святой Бог. Полный свет. Описано без порока. Без порока, без изъянки. Он говорит, и приду за такую церковь. Не только он такой. Он говорит, я за такую церковь приду. Мир, знаешь, удобное христианство, предлагает нам, ну, вера, которая, ну, обнимает и то, и другое. Поэтому, есть верующие гомосексуалисты. И они вам будут говорить, что Иисус их спасите. Они вам будут говорить, что Бог принимает их такими, как они есть. Мы же пели хорошую песню сегодня. Ты ждешь, когда я приду, такой, как есть, вот пришел. Но когда мы приходим к Богу, Он меняет нас. Да, мы приходим, какой, как есть, но уходим уже не такими. Мы приходим, такой, как есть, но, извините, уходим измененными. Уходим просвещенными Слово, но ощущенными, промить, принимаем душ Словом Божьим. И уже мы не можем жить в грехе. Поэтому, от чего нам надо освободиться? Нам надо освободиться от того, чтобы жить в миру комфортно и жить в церковь комфортно. Нам надо освободиться от того, чтобы мы принадлежали тому и тому. У нас должна быть четкая позиция. Мы должны знать, кто наш Бог. Есть люди, которые совершают чудеса и знамения, но все равно живут и служат двум господам. Поэтому критерии для нас, это кому мы служим, а не проявление даров Бога через нас. Потому что многие люди закрывают глаза этим, что Бог же его использует. Но Бог не сказал, что он не будет использоваться. Бог и верующих использует. Скажите, когда-нибудь Бог не верующего использовал в вашей жизни или нет? Мои – да. Поэтому, если Бог хочет что-то делать, ему не помеха. Потому что он любит всех людей. И он привлекает всех людей. И он хочет спасать всех людей. Но те, которые он уже спас, он хочет, чтобы мы прибили, прибивали в святости. Для того, чтобы была разница между нами и неспасенными. Мы говорили о Валама в прошлый раз, о пророке Валама. Он знает истину, он знает правду, но он-то хотел вот это вознаграждение. Ему так не помешалось лишние тысячи долларов. Ему так сильно не помешалось бы лишние пять тысяч долларов. Он знает, что с ним делать. Десятину обязательно принесет в церковь. Бог, я же буду платить десятину. Есть люди, которые занимаются преступностью или не гуманным бизнесом. И обязательно пересделками они обязательно зайдут в храм. Они обязательно пожертвования принесут. Я не думаю, что Бог закрой глаза. Нет, он глаза не закрывает. Десятина не спасет. Филантропа не спасет. Он смотрит на сердце. И он определит, где мы стоим. Знаете, есть бизнесмены, которые и большую сумму дадут на строительство. И которые будут поддерживать разные проекты Секвы. Но, которые зарабатывают свои деньги на крови бедных людей. И которые зарабатывают свои деньги на притесление давов. И которые обогащают себе, обедняют других людей. Вроде, с одной стороны поддерживают Сековные проекты. Вроде, с одной стороны кормят бедных. Вот слева кормят бедных. А справа топтают, уничтожают других бедных. Бог хочет, чтобы левая сторона была чиста. И чтобы правая сторона тоже была чиста. Чтобы у нас был один фокус. Мы говорили в прошлый раз, что Бог и мир никогда не придут в согласие. Никогда не будет. Черный всегда будет черный. Некоторые из нас, кто по воскресенье ходит? В воскресенье. Мы знаем, что такое оба белые. Да, да, оба белые. То есть, извините, черный всегда будет черный. И белый всегда будет белый. Оба белого никогда не будет. Но мир навязывает на нас. Оба белые, все нормально. Или черный, переходящий в белый. Или белый, переходящий. Это вообще фантастика. У дьявола что-то всегда переходит в что-то другое. Не четкость, нет фокуса. Но извините, черный всегда будет черный. Запутаться не надо. Черный всегда будет черный. Белый всегда будет белый. И когда вы сомневаетесь, тогда лучше оставлять эти вещи. Проверка нашего характера. А характер указывает на кого мы служим. Карактер указывает на тот, кто есть наш Бог. И проверка нашего характера – это богатство или нищета. Богатство или нищета. Богатство, потому что они у нас есть. И мы больше полагаемся на них. И мы строим свою жизнь вокруг них. И мы уже не представляем свою жизнь без них. А нищета, потому что у нас нет богатства. И мы, ну, все наши желания о них. Мы мечтаем и, знаете, это, ну, завидуем богатых, само собой разумеющееся, да. Вот, завидуем. Вот, и так страстно хотим этого богатства. То есть, то, как мы себя ведем в богатстве, и то, как мы себя ведем в нищете, показывает, кто наш Бог. Потому что Павел говорил, что я научился жить. Кто-то со мной? Говорит, я научился жить в скудости и в изобилии. То есть, в скудости я остаюсь человеком. В изобилии я остаюсь человеком. Извините, в скудости люди теряют человечество. В скудости люди теряют принципов. И то же самое, богатство люди теряют человечество. Ты его просто не узнаешь. Он такой надменный, он такой горе, и он такой, все в себе. Он такой, я сам заработаю свои деньги, пусть они думают головой, пусть, ну, все. И богатство, вы забыли, люди теряют принципы. Потому, честно, перед Богом богатство и нищета почти одно и то же. Потому, честно, люди почти ведут себя одинаково. Кого-то испытывают нищетой, кого-то, все равно, он тебе богатство даст или нищета даст. Если у тебя нет характера, если у тебя нет принципа, ты завалишь экзамен. Ты завалишь экзамен на предмет богатства, и ты завалишь экзамен на предмет нищеты. Там двойки, и тут двойки. Вот это состояние, это испытание, это экзамен в нашей жизни. Бог говорит, мой сын, дай мне твое сердце. Мамона говорит, нет, не дай Богу, дай мне. Бог говорит, будь довольным тем, что у тебя есть. Мамон говорит, держи крепко и никому ничего не давай. Бог говорит, не обманывай, будь честным во все свои дела, имей чистый весы. А Мамон говорит, обманывай даже твоего отца, если это тебе выгодно. Даже твоего отца можно обманывать, если тебе выгодно. Бог говорит, будь милосердный, участвуй в нуждах других людей. Мамон говорит, держи за твое, это твое, никому не надо ничего давать. Бог говорит, не заботись ни о чем. Мамон говорит, переживай обо всем. Бог говорит, освящай день субботный. Мамона говорит, все дни одинаковые, гуляй, делай, что хочешь. В этом сравнении мы видим, что Бог и Мамона никогда не придут в согласие. Это две противоположные направления, они никогда не придут, и нам не надо обманывать себя, что, знаете, я его покаюсь, это обычно бывает у девушки верующей, когда, не знаю, как это называть, влюбляются, влюбляются, да, наверное, да, когда влюбляются в парнях неверующих, он такой хороший, с ним так интересно, он не такой, как у нас в церкви, есть, ну, братья в нашей церкви, они забиты, никакие, а с этим интересно, окей, а как насчет того, что они верующие? Ничего, я его покаюсь, я... А потом смотри, сестры нет, покаянного тоже нет. Поэтому давайте перестанем, извините за выражение, мотаться между двумя углами, давайте перестанем мотаться между двумя эстримами, да, крайностями, давайте выберем сегодня, кого будем служить, давайте сегодня делаем, сделаем свой выбор, раз и навсегда, давайте откажемся от всего, что оттягивает, от всего, что умещает, а вот это спорные вопросы, ну, можно же, иногда люди задают мне, а можно так, а можно так, лукавые вопросы мне задают, выберите, Иисус Навин говорит, Иисус Навин 24, 4 глава, стих там, 14-15, что хотите, делайте, но я и мой дом будем служить Богу, я и мой дом не будем бегать, я и мой дом не будем сегодня там, завтра, там, как хотите, вы уже живите, но я и мой дом будем служить Богу, это то, что Бог хочет от нас, люди вокруг нас делают, что хотят, нам говорят, я тоже верующий, я не хочу никого осуждать, потому что, чем больше ты в Боге, тем больше ты понимаешь, что вообще, ты не имеешь права никого осуждать, но есть верующие, которые курят, и Бог принимает меня таким, как я есть, если здесь, даже если люди приходят в нашу церковь, если они курят, ну, они, работая над этим, они, ну, они понимают, что курить верно, мне он не нужно, ну, вот, и кто пришел в эту церковь и курил, мы-то бросили, вы бросили, правда же, да, мы бросили, сила Божия достаточная, мы бросили это все, через какое-то время мы его бросили, потому что мы верим, что оно мешает, оно не нужно, оно собирает у нас усилия, оно собирает у нас время, которое мы могли бы направить на Бога, выберите сегодня, кого вы будете служить, я это говорила раньше, когда у нас была подобная тема, и я хочу его повторять, неплохо иметь велосипед, плохо, когда наш велосипед имеет нас, неплохо иметь большой дом, хорошие одежды, хорошие украшения, дорогие музыкальные звукоаппаратуры, яхты, или еще другие вещи жизни, эти вещи, они не злые, эти вещи, они нутральные, как деньги, дом как дом, машина как машина, technicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Бог дал вам эти вещи на пользование, у вас будет наслаждение, действительно, эти вещи будут служить вам. Но как только вы поменяете места, тогда эти вещи становятся опасными для вас. И вот есть тест, как мы знаем, как узнать. Я имею эти мои зимние материальные блага, или они меня, кто кого, да? Если я нужна в этой вещи, как главный источник счастья и исполнения в моей жизни, значит, эта вещь имеет меня, он мой хозяин. Если я не могу представить свою жизнь без этого, без этой вещи, значит, все, я в рабстве. Если меня злится от мысли, что я это потерял, тоже я не свободен. Если я просыпаюсь утром, об этом я думаю, первые вещи об этом. И ложусь спать, ну, сплю, но усыпаюсь, да, с этим мыслям, значит, все. Эта вещь имеет меня, не я имею эту вещь. Значит, если в каждое время я обнаруживаю, что только об этом я думаю, значит, я не свободен. Если у меня страх от того, что у меня не будет этой вещи, тоже я не свободен. Если эта вещь приносит мне удовлетворение больше моей семьи, больше моих друзей, значит, я не свободен. Если другие уже начинают меня предупреждать, что ты слишком много, может быть, жена уже начала тебе говорить, ты слишком много, или муж, это тоже уже красный свет, да, горит. Когда переживания и забота об этих вещах затменяют радость жизни твоей, значит, все, ты не свободен. Я хочу дать рецепт, который Иисус дал. Если внутри себя ты обнаружил, что твои материальные блага начинают обладать тобою, отдай его. Это то, что Иисус сказал богатому человеку, который пришел к нему, я, что надо, чтобы наследоваться от Своя Божия. Иисус говорит, ничего, десять заповедей. Ты что, Иисус, я с детства его соблюдал, окей? Иисус, написано, что Иисус, смотри на него, хотя ему чуть-чуть поможет. Говорит, хорошо, иди раздавай свое мнение. И тут пробка. Обычно он ушел печальным. Почему? Потому что у него много богатства, и он не представляет свою жизнь, как раздать, кому раздать, а меня что? А что мне будет? А здесь и заповедь соблюдает с детства. Итак, если вы начинаете соблюдать какую-то нездоровую привязанность к телевизору, найдите, кому нужен телевизор, вам точно не нужен. Отдай его. Просто отдай, и вы получите свободу такую, которой не было много лет до того. Аминь. Давайте встанем. И по проповеди, которую мы услышали сегодня, размышляйте, думайте, кто кого, или кто кому, или что кому принадлежит. Кто, что кому принадлежит. Посмотрите в свою жизнь, посмотрите в свое имущество, и просто посвящайте ей к Богу. Посвящайте ей к Богу. Я знаю, о чем я говорю. Потому что я родила в Африке, и любое приобретение материальных благ – это радость. А когда ты их теряешь, это боль. И я пришла к Богу, Бог меня освободил от этого. Бог меня освободил полностью. И когда Бог меня освободил, тогда Бог начал благословлять меня. И что бы у меня не было сегодня, я живу вообще, как будто у меня их нет. Я, конечно, не бессоответственна, но я не могу представлять сегодня, что я могу потерять, и который отлучит меня от Бога. То есть, и у нас недавно же был тест. Вот. Когда вот это уголовное дело началось, и начали шуметь, все имущества конфискуют и так далее. И еще раз мы прошли этот тест. И когда я живу в своем доме, я говорю, ой, я на острожку, уже на 5 лет живу. На острожку, вот. Понимаете, что такое острожку, да? Аванс. Даже не адванс. Знаете, крышали тогда, что заберем, помните, могли бы уже забрать. А я же еще там. Разве адванс называется? Нет, не адванс. Да, это не адванс. Понимаете? Вот так я смотрю на все. Машину заберем, то заберем, то заберем, ну, и знаете, как женщины сначала. А потом все, я, слава Богу, что приходит ситуация в нашей жизни, чтобы мы, ну, крестили Бога. Я говорю, все. Вы знаете, что я сейчас говорю? Я говорю, когда я уеду с этой страны, за лишние багажи я не буду платить. Раньше, когда я была студентом, я не знаю, кто учился с иностранными студентами. Да, да. Вы знаете, когда мы уезжали, когда иностранные студенты уезжали, мы думали только о контейнере. Кто-то вкусы были, да. Мы думали, сколько контейнеров. Я не знаю, если вы знаете, что такое контейнеры. Да, но огромный. Вот. Телевизор, холодильник. Вот. Мы мечтали. А когда я уже прошла свою школу, я себе дала слово, что когда я уже окончательно буду уехать с этой страны, все, я возьму только основные. Так что, если вы будете здесь, когда я буду уезжать, у вас будет много бонусов. И одежды мои, и туфли мои, и некоторые украшения мои. Вот. Я дала себе слово. Почему? Потому что Бог способен благословлять. Что я буду таскать? Что я буду таскать? Асфальт на небо, да? Помните, это анекдот. Когда человек все равно умудрится золото с собой взять на небо. И ангелик говорит, а что за асфальт? Давайте мы тоже посвятим. Давайте мы тоже посвятим все то, что у нас Бог. Что Бог только на ползывании. Все равно ты моя радость. Ты моя жизнь. Это ты даешь жизни все мои имущества. Субтитры сделал DimaTorzok